Яблоки Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о подвигах полубогов, о героях Эллады, о мифах и легендах Древней Греции. Выход этого эпизода поддержали наши друзья из Авитоавто. Это современный и технологичный сервис для спокойной покупки машины. Ну, казалось бы, при чем тут мифы? Рассказываем-то мы здесь о временах и доавтомобильных, и доавитовских. Вот как раз предлагаем вам зайти в описание, перейти по ссылке и сыграть в игру «Доавитовские времена». Там можно погрузиться в разные эпохи, от мезозоя до наших дней, лицом к лицу столкнуться с тяготами вторичного рынка и попробовать приобрести транспорт, характерный для того или иного времени. Ездовой динозавр или оседланный мамонт, племенной рысак или самоходный экипаж. Ну и главная цель игры — прорваться через трудности каждой эпохи, вовремя перепрыгивая метеорит, там разные саблезубых тигров или открытые люки. А в конце непростого пути — главная награда — технологии для комфортной и спокойной покупки автомобиля от Авитоавто. Ну и самым удачливым и опытным игрокам полагается подарок — промокод на проверку машины с пробегом от автотеки. При приобретении отчета одного или в пакете сервис изучит историю автомобиля по 25 критериям, чтобы вы могли минимизировать возможные риски и чувствовать себя спокойней. А с поиском и выбором помогут прозрачный профиль продавца, подробные фильтры, удобный интерфейс и другие преимущества Авитоавто. Все подробности и ссылки ищите в описании. В прошлой главе мы узнали, как совершил большую часть своих подвигов великий Геракл, когда было в Ресфею множество чудовищных зверей и даже победил смерть. Правда, смерть не свою, он вернул из царства мертвых жену Адмета, прекрасную алкесту. Но все равно деяния достойные. Кстати, наверняка некоторые из вас заметили, что подвиги, ну, как будто бы не в том порядке. Например, те же стимфолийские птицы вроде бы были раньше. Так вот, это значит, что вы изучали жизнь Геракла по изложению Николая Альбертовича Куна, всеми нами любимого. А мы взяли более распространенное мнение псевдоаполодора, изложенное в его мифологической библиотеке. Хотя в сегодняшнем выпуске и эта последовательность будет слегка нарушена. Так вот, остановились мы в любом случае на восьмом подвиге. Давайте продолжать. С триумфом вернулся из далекой фракии Геракл. Кошмарные кони Диамеда, питавшиеся человеческим мясом, оказались в Мекенах. А значит, поручение в Ресфее было исполнено. Но следующий подвиг не заставил себя ждать. «Геракл должен раздобыть пояс Ипполиты!» Шла по всей Элладе молва о далеком острове Фемискира, где жило таинственное племя амазонок. Воинственные девы не принимали в свои ряды мужчин и ревностно охраняли свои берега и от захватчиков, и от непрошенных гостей. Правила прекрасными воительницами царица Ипполита. Суровая, но мудрая. Сам бог войны Арес преподнес ей в дар изысканный пояс в знак власти над племенем амазонок. Этот пояс и захотела заполучить дочь Эврисфея. Была она жрицей богини Геры, и кто знает, быть может, сама хозяйка Олимпа из ненависти к Гераклу отправила героя в столь опасный путь. Ведь даже величайшим из смертных грозила гибель в землях Фемискиры. Но ничто не могло остановить Геракла. Вместе с верными спутниками сын Зевсов зашел на корабль и отправился в далекий путь по морю. Лишь несколько смертных сопровождали его, и среди них был другой великий герой — Тесей. Про Тесея мы еще обязательно поговорим подробнее в одном из следующих выпусков. А здесь можно только дать вот какую затравку. В некоторых мифах женой Тесея называют именно Ипполиту. Но как будто бы не ту, за чьим поясом вот сейчас отправился Геракл. Потому что уже много позже, через несколько лет после девятого подвига, Тесей снова отправился в Фемискиру. И женился на этой вот Ипполите. У них даже был сын — Ипполит. Вот так вот, без окончания. Главный герой, кстати, одноименной трагедии Еврипида. Ну, или по другой версии, Тесею досталась другая жена, тоже амазонка. Но мы отвлеклись. За долгий путь до Фемискиры корабль Геракла не раз приставал к чужим берегам. Многие подвиги совершил сын Зевса. Отомстил вероломным сыновьям Миноса на острове Парос за гибель двух спутников. Осадил целый город и взял в заложники внуков критского царя — Алкея из Фенела. Затем помог мизийскому царю Лику отбиться от воинственного племени бебриков, а после разрушить их столицу. В благодарность владыка назвал новые земли Гераклей. Слава о великих свершениях опережала самого героя. И когда его корабль наконец добрался до берегов Фемискиры, амазонки уже ждали отряд сына Зевса. Никогда еще воинственные женщины не видели такого, как Геракл. Подобно бессмертному богу выделялся он среди спутников, могучий и высокий, светлый и красноречивый. Тогда вперед вышла сама царица Ипполита. Скажи мне, славный сын Зевса, что привело тебя в Фемискиру? И что несешь ты нам своим прибытием? Мира нам ждать? Или войны? О, прекрасная царица Амазонок! Видят боги, что не по своей воле пришел я сюда с этими воинами, а лишь по поручению Эврисфея, властителя Микен. И зачем же он послал тебя сюда? За твоим поясом, владычица. Улыбка озарила лицо Ипполиты. Хоть и великой ценностью для народа Амазонок был пояс, подарок самого Ареса, но едва ли могла отказать царица Гераклу. Вот уже тянется ее сильная рука, чтобы развязать узлы на поясе, исполнить просьбу героя. Как вдруг в рядах воительниц раздается ропот. Одна Амазонка ходит между боевыми подругами и говорит. А зачем вы слушаете Геракла? Ведь он говорит неправду, притворяется другом, а сам хочет увезти царицу за море. Там он введет ее в свой дом и сделает своей рабыней. Достойна ли она такой судьбы, сестры? С каждым мигом все сильнее наполнялись сердца Амазонок гневом. И не замечали они, что незнакома им эта воительница. Лишь Геракл мельком успел разглядеть, как горят торжествующие злобой ее глаза. Так ненавидеть его не мог никто, кроме ревнивой Геры, хозяйки Олимпа. Но было поздно. Сработал обман богини. Поверили ее лжи амазонки и немедленно бросились в битву. Велико войско храбрых дев. Куда больше их, чем спутников Геракла. Но точно разъяренный зверь носится по полю битвы сын Зевса. Наповал разит всех, кто осмелится напасть на него и его товарищей. Вот бежит к нему воительница Аэлла. Быстрый и точно ветер. Подобно вихрю набросилась она на героя, но отразил Геракл ее неудержимый натиск. Видит амазонка, что не равны силы. Пытается спастись бегством, но настигает ее Геракл. Видит он, как неистово бьется протоя. Уже семерых героев погубило ее острое копье. Но не избежала она сама стрелы Геракла. Тогда сразу семь амазонок сошлись в бою с сыном Зевса. Семь спутниц самой Артемиды. Семь несравненных копьеносец. Но все они погибли от ударов огромной палецы. Сколь нехрабры были воительницы Фемискиры, а все же приходится им отступать с поля боя. Последней уходит могучая Меланиппа, предводительница воинства. Но не успевает скрыться. Берет ее в плен Геракл. А вместе с ней и прекрасную Антиопу. Тогда царица амазонок вышла к победителям, высоко подняв руки, и предложила заключить мир. Своим поясом выкупила владычица свободу Меланиппы. Другая же пленница Антиопа отправилась с героями в Элладу и стала женой Тесея. Кстати, о женах. Любопытный момент мы упускаем. Геракл не только путешествует и вершит подвиги, но и довольно активно оставляет по всему свету потомство. Как раз о таком мифе и о происхождении одного народа рассказывает заведующая отделом античного мира государственного Эрмитажа Анна Алексеевна Трофимова. Геракл побывал во многих странах и трижды путешествовал в Скифию. В Скифии герой сразился с амазонками и там же сочетался браком с женщиной-змеей. Эта история произошла тогда, когда Геракл вел на тучные пастбища за Эвксинский понт, то есть за Черное море, стада коров Гириона. Он шел по холодной причерноморской степи, прилег на землю и уснул. А когда проснулся, увидел, что коней, запряженных колесниц, украли. Геракл двинулся дальше и в пещере встретил удивительную змеиногую женщину, которая сказала, что отдаст ему коней, если он станет ее мужем. От брака Геракла и женщины-змеи родились три сына, и тогда она отпустила Геракла. Герой оставил свой пояс и лук и наказал, что тот из сыновей, кто сможет натянуть тетиву и надеть его пояс, станет в Скифии царем. Таким силачом оказался Скиф, младший сын Геракла. Сцена из жизни Скифов, а, возможно, и миф о Геракле и его сыновьях, изображается на золотом круглодонном сосуде, точно таком же, который был на поясе Геракла. Этот знаменитый сосуд был найден в кургане Куляба, в погребении скифского царя. Сейчас вы можете увидеть этот знаменитый памятник галереи драгоценностей и подробно рассмотреть лук и пояс из Скифов, потомков Геракла. С поясом Ипполиты Геракл вернулся в Микены и стал ждать нового поручения. Геракл должен пригнать коров Гириона! Чуть в стороне Гириона огромное тело простерлось павшего подле коров своих. Три головы исполина кровью и пылью покрылись, разбитые палицей грозной. Следующий подвиг казался еще опаснее и труднее других. Снова за море лежал путь Геракла в далекую западную страну на самом краю земли. Через города и просторы, через горы Эфиопии, равнины Киренайки и пески Ливии, через земли варваров и дикарей шел сын Зевса, пока наконец не добрался до тех мест, где кончалась суша. Там, по краям узкого пролива, воздвиг он два каменных столпа, чтобы люди вечно помнили о его подвиге. И до сих пор высятся на полуострове Гибралтар две вершины. В древности моряки, а вслед за ними и простые люди, говорили дойти до геркулесовых столпов, что означало достичь предела. На берегу Седого океана глубоко задумался герой, как ему пройти дальше, как достичь острова Эрифеи, где паслись легендарные стада великана Гериона, и что делать дальше, уже оказавшись на острове. Но вот сверху послышался гулкий звон копыт и шум небесной колесницы. Это лучезарный Гелиос спускался с небосвода, знаменуя окончание светлого дня. От неожиданности Геракл даже выхватил лук, но Гелиос встретил его мягкой улыбкой. Я ждал тебя, сын Зевса. Я видел тебя на всем твоем далеком пути и знаю, куда тебе нужно попасть. Ты попадешь на Эрифею в моем золотом челне, которым я пользуюсь, чтобы каждый вечер переправиться вместе с конями и колесницей в мой дворец на востоке. Иди же, и да помогут тебе боги. Обрадованный Геракл смело взошел в Челн и вскоре уже достиг берегов далекого острова. Стоило ему сойти на землю, как услышал герой грозное рычание. И вот перед ним двуглавый пес Орф по рождению Ехидны. Грозно оскалился зверь, защищая стадо своего хозяина Герион. А следом за ним появился и пастух великан Эвритион. Но с обоими без труда справился Геракл. Теперь стадо в его руках. Погнал герой чудесных коров к берегу, где все так же ждал его Челн Гелиоса. Но коровы громко мычали и разбудили самого хозяина. Миг И вот уже несется за похитителем стада чудовищный великан Герион. Был он сыном Хрисаура, гиганта с золотым мечом, которого извергла из чрева сама горгона Медуза. Три тела было у Гериона. Три головы, шесть рук и шесть ног. Сразу три огромных щита защищали его от врага, а три колоссальных копья готовы были метнуться в противников. Грозным противником был бы для Геракла Герион, если бы не помощь Афины Паллады. Вдохновленный герой выпустил стрелу и тотчас вонзилась она в глаз одной из голов великана. За ней другая и третья слеп Герион. Тогда размахнулся герой своей верной палицей и пал трехтелый великан. Но зря надеялся Геракл, что позади осталась трудная часть подвига. Стоило ему перевезти коров с острова на землю, как тяжелой обузой стало для него непослушное стадо. Весь долгий путь до Микен коровы норовили сбежать, отстать, сорваться в пропасть или попасться в зубы диким зверям. Одной из них даже удалось скрыться на берегах Италии. Геракл попросил самого бога-кузнеца Гефеста охранять оставшееся стадо и отправился за заблудшей коровой. Нашел он ее на Сицилии в стойлах царя Эрикса. Не хотел владыка расстаться с чудесным животным и вызвал героя на поединок, но вскоре пожалел об этом и погиб от рук Геракла. Стоило только сыну Зевса вернуть сбежавшую корову, как ревнивая Гера наслала на все стадо безумие. И далеко по берегам Ионийского моря разбежались взбесившиеся животные. Великих трудов стоило Гераклу собрать почти всех коров и привезти их, наконец, в Микены, где Эврисфей принес их в жертву великой Гере. Занятная деталь, которая встречается далеко не в одном мифе о героях. Лучше всего великие предки смертных умели что? Биться, воевать, убивать чудовищ и злодеев. Так что подвиги из разряда расправиться с тем-то и тем-то давались Гераклу легко. Ну, уж что-что, а владеть оружием сын Зевса и правда лучше всех умел. Гораздо тяжелее давались ему поручения, где нужно было привезти кого-то живым. А уж в случае с коровами Гериона задание было еще и унизительным. Виданное дело герою поручить работу пастуха. Возможно, в этом есть и некоторая гордость простого человека за самого себя, современника древних авторов. Мол, герои, конечно, молодцы, но куда им до наших-то каждодневных трудов. Не успел Геракл отдохнуть от изматывающего пути вслед за стадом Гериона, как вновь на его пороге появился посыльный от Эврисфея с уже одиннадцатым по счету поручением. Геракл должен привести Цербера. Многозвонкие гулкие домы мощного бога Аида и Персифонеи ужасной. Сторожем пес беспощадный и страшный сидит перед входом с злою коварной повадкой. Встречает он всех приходящих, мягко виляя хвостом, шевеля добродушно ушами. Выйтишь назад никому не дает, но наметясь хватает и пожирает, кто только попробует царство покинуть. Ныне путь Геракла лежал не в земли Эллады, не к далеким берегам за морем и даже не за край света, а туда, откуда не должно возвращаться смертному. В мрачное царство мертвых, полное тоски и ужасов. и вернуться оттуда с порождением Тифона и Ехидны Цербером. Многое говорили о чудовищном псе владыки подземной обители. Три страшные головы, или же все пятьдесят, извивающиеся змеи на загривке, а на хвосте зубастая драконья пасть. Без страха отправился к Аиду Геракл. В далеких землях Лаконии у бездонной пропасти нашел он вход в подземное царство. У самых врат увидел он двух героев, давнего своего друга и соратника Тесея, а с ним Перифоя, царя Фессалии. Приковали их боги к скале за то, что попытались они похитить саму Персифону. Взмолился Тесей, чтобы помог им Геракл. Сын Зевса успел освободить Тесея, но стоило протянуть ему руку Перифою, как земля, грозно дрогнула. Не простили боги Фессалийского владыку, не хотели его свобода. Дальше во враг вечной ночи пошел Геракл. Наконец во тьме встретил его быстроногий Гермес, прозванный смертными психопомпом, проводником душ. Он и ввел сына Зевса в кромешный сумрак Аида. Тысячи стенающих душ окружали героя и в страхе разлетались потревоженные видом живого. Лишь одна тень подлетела к Гераклу. То был герой Мелиадр. О, великий сын Зевса, старый мой друг, не поможешь ты мне здесь, в чертогах Аида, но молю об одном, сжалься над моей сестрой, осиротевшей после моей гибели, беззащитной перед жестоким миром. Возьми ее в жены, осчастлив прекрасную Диениру и дай покой моей душе. С болью смотрел на погибшего друга Геракл и не смог отказать ему в последней просьбе. Но ныне дальше лежал его путь, вглубь царства мертвых. Чудовище и тени следили за каждым его шагом, пугаясь или же стремясь испугать героя. Вот впереди сверкнули золотым блеском страшные крылья. Когтистые медные руки устремились к герою, раскрылись блестящие глаза, зашевелились змеи на голове. Схватился Геракл за меч, но успокоил его Гермес. Все так же страшна была Горгона Медуза даже после смерти, но лишь бесплотной тенью предстала она перед героем и ничем уже не угрожала. Через многие ужасы и печали прошел Геракл и, наконец, предстал перед троном самого Аида. Величественный и спокойный герой бесстрашно стоял перед владыками мертвых, опираясь на громадную палец. Львиная шкура, накинутая на плечи, скрывала верный лук и колчан с ядовитыми стрелами. С восторгом взирал на него Аид. Да, поистине велик ты, сын Зевса, Геракл, раз осмелился сойти в мое царство, но ради чего оставил ты свет Гелиоса и явился сюда до срока? О, властитель душ умерших, не по своей воле я здесь, а по поручению Эврисфея, потому прошу не гневаться на мою просьбу. Позволь мне отвезти в Микены твоего трехглавого пса Цербера. Твоя просьба будет исполнена. Если сможешь укротить его без оружия, я позволю тебе забрать стража моих владений к Эврисфею. Чудовищного пса Геракл нашел на берегах Ахеронта, реки Горя. Крепко охватил герой шею Цербера и все подземное царство огласил. Кошмарный вой. Силится Цербер вырваться из объятий, но точно железные оковы держат его могучие руки Геракла. Бьет Цербер героя по ногам своим страшным хвостом, клацают зубами в воздухе три пасти, вбиваются в тело драконьи зубы, но лишь сильнее душит Геракл пса. Наконец, обессилевший страж Аида рухнул на землю, полузадушенный. Взвалил его герой на плечи и понес наверх, навстречу свету и жизни. Давно не видел лучей Гелиоса Цербер. Тело его покрылось испариной, ядовитая пена закапала с трех разверстых пастей, и всюду, куда не падали пенные капли, вырастали ядовитые травы. Когда же приблизился к Микенам Геракл, Эврисфей бросился на колени и стал молить героя увести чудовищного пса обратно. Так свершился и одиннадцатый подвиг остался последний. Геракл должен принести три яблока гесперит. Ночь родила еще и гесперит. Золотые прекрасные яблоки холят за океаном они на деревьях плоды приносящих. Еще на заре времен, когда сочетались браком Зевс-Громовержец и Гера про матерь земля Гея породила на свет древо с чудесными золотыми плодами. Яблоки эти повелели хранить и оберегать прекрасным нимфам потомкам самой ночи. Имя им дали по матери Геспериде, а отцом их считали самого Титана Атласа. А в помощь им у древ поставили грозного стража, стоглавого змея Ладона. Нежный свет, источаемый яблоками и самими нимфами, до сих пор виден на небосводе во время заката. И своим сиянием прославляет он брак отца богов и хозяйки Олимпа. И именно двенадцатый подвиг Геракла многие считали самым трудным из всех. Казалось бы, чего тут трудного? Но проблема вот в чем. Все знали, где искать какого-нибудь немейского льва и лернейскую гидру. Ну, понятно, около немей и близ Лерны. По названию очевидно. Далеко не все понимали, где находятся, например, пастбище Гериона. Ну, где-то за морем и все. Совсем немногие могли указать дорогу в царство мертвых. А вот путь к Садам Гесперит не знал почти никто. Место это было настолько мифическое даже для мифов, что Гераклу сначала пришлось очень сильно постараться, чтобы найти хотя бы ориентир. И по этому поводу есть несколько версий. Одна красивее другой. Долго блуждал Геракл по всей Европе, по далеким землям Азии и Африки. Везде и всюду он спрашивал каждого, знает ли кто-нибудь путь к Садам прекрасных Гесперит. Но все встречные лишь разводили руками. И только на далеком севере, на берегах бурного Эридана встретились герою нимфы. Они подсказали, что знание о том тайном крае хранит вещий старец Нерей. Недюжинной силой и хитрости требовала встреча с Нереем. Когда выйдет он на берег из морской пучины, должно было Гераклу схватить его и не отпускать, пока он не откроет тайну. Геракл сделал все, как и подсказали ему нимфы. Нашел Нерея и сжал его мертвой хваткой. Морское божество извивалось и билось, принимало самые разные обличья, но так и не смогло вырваться из рук Геракла. Наконец, обессилевший Нерея сдался и указал герою дорогу. Но есть и другой миф. На своем пути забрел Геракл в далекие горы. Там он увидел скалух, который был прикован не человек, не смертный, а титан, великий похититель священного огня Прометей. Страшные стоны вырывались из его груди, ведь над прикованным титаном склонился орел самого Зевса и безжалостно клевал его печень. Будда-молния сверкнула стрела Геракла и кровожадная птица была повержена. Затем своей палицей герой разбил оковы Прометея и даровал ему долгожданную свободу. Не был ли нарушен обед Зевса оставить титана навеки прикованным к скале? Сам громовержец давно уже примирился с похитителем огня, но свое же слово нарушить был не в силах. Тогда из-за сколков железных оков было изготовлено кольцо, а в него вставлен обломок той самой скалы. И надев перстень на палец, Прометей остался прикован, хоть и свободен. А Гераклу он открыл дорогу к садам Гесперид. И с тех пор люди носят кольца. Долгий путь проделал сын Зевса, пока наконец не добрался до края земли. Перед ним выселся великий титан Атлас. На его могучих широких плечах покоился весь небесный свод в наказание за то, что когда-то титаны восстали против олимпийцев. кто стоит передо мной? О, великий титан, я Геракл, сын Зевса, и я пришел по поручению Эврисфея за тремя золотыми яблоками из сада Гесперид. Тебе не пройти мимо стоглавого змея Ладона. Я сам принесу тебе эти плоды. А ты пока займи мое место, иначе небесный свод рухнет на землю. Согласился Геракл, но стоило ему встать на место Атласа, как невероятная тяжесть сдавила его плечи. Никогда еще не испытывал он такого напряжения, но с помощью богини Афины небосвод устоял. Меж тем Атлас вернулся, держа в руке золотые яблоки. Вот твои яблоки, Геракл. А ведь знаешь, я быстрее отнесу их в Микены, чем ты. Постой пока здесь, если тебе не тяжело. Я скоро вернусь и сменю тебя. Проклятый титан, хочешь оставить меня здесь, а сам обрести свободу? Ну нет. Стой, великий Атлас. Я согласен. Правда в твоих словах. Только уж очень сильно давит на меня небосвод. Позволь мне взять мою львиную шкуру, чтобы подложить ее себе на плечи. Подержи небо еще немного. С усмешкой занял свое место могучий титан и вновь взвалил на себя тяжесть небосвода. Геракл же поднял свой лук и стрелы, палец и шкуру, взял золотые яблоки и оставил обманутого Атласа вечно нести небо на плечах. Вскоре вернулся великий сын Зевса в Микены и вручил Эврисфею золотые яблоки. Последний подвиг на службе у правителя рода Персеева свершился. В награду Эврисфей подарил волшебные плоды Гераклу, а тот отдал их Афине Палладе. И богиня вернула их в сады Гесперит, чтобы все так же светили они в закатный час. Но Геракла это уже не тревожило. Долгая и утомительная служба у Эврисфея наконец-то закончилась, и сын Зевса обрел свободу. Теперь он смог вернуться в семивратные Фивы. Свою жену Мегару он отдал в жены другу Иолаю, который помог ему справиться с Гидрой. А сам ушел обратно, в Теринф, где получал поручение Эврисфея одно за другим. Впереди его ждали новые подвиги и новые победы, но не только они. Неумолимый Рог готовил для героя страдания и беды, ведь все еще ненавидела его богиня Гера. А еще тяготило сердце Геракла клятва, которую он дал в царстве Аида своему другу Мелиагру жениться на его сестре Диенире. И клятва это, хоть Геракл того и не ведал, приведет его к гибели. Но об этом мы расскажем в следующей главе подкаста Мифы. Так как выпуск не резиновый, к сожалению, а событий очень уж много, мы так и не успели подробно рассказать про некоторые сторонние приключения Геракла. Например, то, как он убил жестокого египетского царя, приносившего человеческие жертвы, или же, что яблоки он добыл без помощи Атласа, а сам срезал их с дерева и вдобавок убил Стоглавого Дракона. Или одной из моих любимых, о великане Антея. Никто не мог его побороть, потому что он был сыном Геи и получал нескончаемую силу, если стоял на земле. А едва Геракл поднял его в воздух, как великан и бессилел, и был задушен. Почему я очень люблю эту историю? Потому что это небольшой камень в огород наших отечественных авиаконструкторов, которые додумались назвать самолет Антеем. Третий сезон подкаста «Мифы» выходит на всех подкаст-площадках, но напомним, что создан он при поддержке Государственного Эрмитажа и ВК-музыки, где уже сейчас лежат все остальные главы сезона. Следить за новостями проекта и первыми услышать все целиком можно в мобильном приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. По ссылкам в описании переходите на страницы подкаста студии «Терминвокс», там много всего интересного. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы, и, как говорят греки, «хе ки фтихия», то есть здоровья и счастья. Автор и ведущий Дмитрий Лебедев Звукорежиссер Полина Бирюкова Дизайнер Елизавета Семенова Музыка Полина Бирюкова Научный консультант София Давыдова Продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская В эпизоде использованы цитаты из труда «После Гомера» Квинта Смирнского в переводе Андрея Петровича Большакова и из «Теогонии Гесиода» в переводе Викентия Викенча Бересаева «После Гомера»